друзья мы с вами находимся в санта-круз два квартала от океана тут продается домик значит вот то что мы видим это две спальни домик две спальни два туалета вот там сзади гараж но над гаражом еще и студия вот за все это хозяйство вместе взяты они хотят чуть меньше чем миллион 400 тысяч сейчас мы зайдем посмотрим что там есть так немножко выглядит старинно я не удивлюсь что если построена когда-то лет сто назад но мы сейчас поспрашиваем вот такое хозяйство ну-ка тут есть флайер может быть я почитаю давайте вам прочту вот флайер миллион четыреста до 399 хорошо собственно я ничего такого не вижу чего я вам еще не сказал давайте положим его обратно и пойдем заходим со всех сторон калиточки 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 ступеньки так тут как бы крылечка можно сказать но новое практически пол это старый дубовый пол сейчас такие уже не очень делают когда-то вот было модно так вот эту 2 уголку можно сказать такая прихожая тут наверное это можно считать спальней видите здесь такие дубовые двери тоже шкаф вот все что со шкафом это спальня уголки все я в самом углу тут наверно метров восемь площади движемся дальше значит вот тут мы пришли через эту дверь так там дальше особый ходу нет туалет до туалет такой я бы сказал с отпечатком времени с отпечатком времени да то есть они наверное его подделали но когда-то довольно давно так сейчас мы поспрашиваем все разузнаем так кухня давайте посмотрим тут она как бы в недорогом варианте да это монет нет извиняюсь я думал от ламинат нет это плита такая искусственный камень так может сказать что сделана кухня такой как бы эркер такой french window и называется кухня молодцом они они сделали заново сделали новая кухня видимо и киевская да айки или как айки такого плана ох вот так строили когда-то да вот так снизу деревяшки сверху покрашены сан-франциско старые дома так такой стиль а как вам нравится вот это вот с костерком с каминами потрясающе так так Там еще слева спаленка, видимо, мы сейчас посмотрим Так, вот у нас двор, вы видите Ох ты, какое дерево-то, правда? Такая бесстыдница по-нашему называют А может и не бесстыдница, у нас за такие есть, они на раскат Приличного размера двор, друзья, приличного Мы еще выйдем, посмотрим Так, давайте зайдем сюда Так, это мастер-бедрум Хороший, просторный мастер-бедрум В общем, хотя, конечно, до той стенки расстояние небольшое Вот туда, но, в общем-то, он такой нетесный Да, ванная Так, тут у нас эта новенькая Обычно такие штуки прямо целиком покупаются вместе, представляются Ну или как новенькая Как новенькая Такое ощущение, что плитка тоже, в общем-то, менялась не так давно Вот стиральные, сушильные машины Они друг на друга поставлены Хорошие и мощные Потому что, бывают такие, знаете, в одном корпусе делают Для квартир, для таунхауза Когда все в одном корпусе Это две машины То есть, они побольше объема Ну что, пошли выйдем на улицу А двери какие, а? Хорошо Пошли смотреть на участок Там сзади еще, там будь здоров участок Там сейчас сыраюшечка такая стоит Так, видите, такая тропа Сыраюшка Ну что, я не знаю, открыта, не открыта Сыраюшечка, давай Да, открыта Ну, кладовка тут Вы видите Кладовка Да Ну что же Пошли Значит Так, там у нас гараж Ну давайте посмотрим А, это такой гараж, можно сказать Почти жилой Смотрите, тут и холодильник Там у них и стол И инструменты Микроволновочка Хороший такой Это лодочка Флаг американский там вдали Окей Лимоны, друзья Лимоны Это я люблю Так Ну что Тут у нас такая студия Сбоку припек Такая вот Тоже я сейчас в уголок зайду Вот у нас тут такая студия А, как А, шикарно С бабочкой С корабликом Бутылки, друзья Какие шикарные бутылки И какие симпатичные кораблики То есть Чувствуется, что здесь люди Понимают смысл жизни Так, те, кто это все Обустраивал Они, что называется Enjoyed life Вот Туалетик такой Сейчас наверх поднимемся Пошли По лесенке Такая лесенка, знаете Это не для инвалидов Труда Да Так мы Это называется Лофт То, куда мы пришли Это над гаражом Кораблики Лофт Вон там сундук Как из сказок Про пиратов Такой потолок Прикольный Теперь, друзья Задача Уйти отсюда Знаете Так Без травмы Я так вот Потихонечку Ухожу На любителя Такая Можно сказать Студия Любительская Бутылки пустые Между прочим Да? Нет Нет Они не пустые Все по-честному Тут все по-честному Неужели Такайская Слушайте Да Без очков Не вижу Такое ощущение Что такайская Так Вау Двор Двор очень приятный И значит Выяснилось Друзья Что дом Ну там есть Старая часть Нам не сказали Какого возраста Но сказали Что Все переделано Вот А Дальше Была Серьезная Переделка В 2003 Году 15 лет Назад Но Рилтор Мне говорит Когда вы видите Эти деревянные Двери Там и так далее Вы не думайте Это новое Все Это стилизация Под старое Но это все Новое Говорит она Камин Светочка Прокомментируй Что ты можешь Сказать про этот дом Я хочу сказать За миллион четыреста Ну я не берусь Судить о ценах Потому что Наверное Цены должны Сейчас падать Немножко Но с точки зрения Перестройки Они сделали Очень хорошую работу Потому что Дом вообще-то Не выглядит Очень большим Там две спальни Два туалета Но там нет Вообще коридора А скверфитич Какой у него? Я думаю Что там порядка Тысяча Тысяча сто Может быть Максимум Да Потому что Обрати внимание Какой двор большой Тут всего шесть соток Да ты что А на самом деле Смотрится все огромным Тебе сказали Что шесть соток Да Но смотрится огромным Там еще какой-то сарай Куда Он еще студентам Да Ну там Склад какой-то Это неважно Студент Очень большой двор За счетом Что дом маленький И несмотря на то Что он очень маленький Он очень удачно Спланирован Потому что Нет коридоров никаких Ты плавно переходишь Вот такой Более-менее Опен Что это Зелот Сайз? Это Проспомимально 6229 Это выглядит Так Это выглядит Я знаю Что это Сверхотворение Сверхотворения 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 1326 И Коттедж 480 Окей Да Но Сверхотворение Очень компакт Так У нас еще У нас есть У нас есть У нас есть У нас есть Нонсенс Потому что За 6 тысяч По фит Вы ожидаете Что это не сколько У нас нет У нас есть 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 Очень красивый У нас есть У нас есть Женщина Риэлтор говорит Что она Когда-то продала им этот дом много-много лет назад, и сейчас вот она продает, но они сделали ремадринг, и вот она говорит, это новое все, вот это новые двери, и относительно, там в 2003 году был ремадринг сделан. Вот, друзья, пусть не говорят, что в Америке нет заборов, или что они не крашеные, кое-где есть, и даже крашеные, вот на самом деле даже сзади нас, смотрите, забор таки крашеный, и он есть, так что вот пусть злые языки не клевещут.